приготовление квашеной капусты в домашних условиях для приготовления данного видоблюда нам потребуется сама капуста можно ее нарезать ножом мелко можно натереть как вам удобно берем трехлитровую банку насыпаем несколько жмень капусты и любым инструментом который есть уплотняем каждый слой если мы насыпем ногу то мы ее не уплотним каждый слой понемножку опять добавляем аккуратно это все уплотняем где-то таким образом мы уплотнили с помощью молотка для отбивки отбивных другого инструмента под рукой не было видим что капуста плотно лежит дальнейшее что нам нужно это приготовить рассол рассол готовится из расчета на литр воды две столовых ложки сахара две столовых ложки соли воду закипятили это все бросили размешали остудили на комнатной температуры и залили покрыл капусту этим рассолом и так она будет и поставили ну в комнате прикрыли чем-нибудь желательно какую-то посуду потому что будет брожение играть может пойти рассол через верх чтобы этого не произошло поставим какую-то емкость и уже начинает это через часов двадцать начинаем берем например нож или вилку разницы нету любую можно взять например такой кухонный инструмент и начинаем пробивать отверстие для того чтобы выходили газы как в народе выходила горечь воду желательно брать либо со скважины либо колодезной но не с крана потому что она будет давать специфический привкус для вкуса или для красоты по желанию можно мелко натереть морковку тоже слоями пересыпать либо перемешать в миске когда будем когда нарезали капусту можно все также одному на банку скажем так одного яблока антоновки будет достаточно но то опять же на любителя можно таким планом экспериментировать вот и все и где-то через три дня сливаем немножко рассол потому что его будет многое плюс еще капуста выделить свои соки и можем пробовать если уже по вкусу вам она подходит по кислотности по квашению по всему вы если больше не выписывайте больше рассола закрыли капруной крышкой и в холодильник приятного аппетита удачи